Светлые стены, приятная обстановка, современное медицинское оборудование от зарубежных и российских производителей. В Волгограде завершен капитальный ремонт поликлиники номер 2 по улице Кузнецова, 29. Первичные работы по модернизации отделения поликлиники номер 2 стартовали в 2019 году. Ремонт четырехэтажного здания полностью выполнили в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта здравоохранения. Вера Карпенко, пенсионерка, посещает это медучреждение уже более 40 лет. Изменения, конечно, колоссальные. Все чисто, красиво, уютно, тепло. Уже на входе в поликлинику можно увидеть. Контраст с тем, что было, разителен. Но положительные изменения коснулись не только интерьера здания. В арсенале медиков добавились несколько новых единиц современного медицинского оборудования. Это и МРТ, это и компьютерный томограф, это и современный ангиограф, флюорограф. Естественно, все это оборудование на цифровой платформе, которая позволяет объединить все данные и позволяет все это передать в нашу региональную информационную систему. С момента включения медицинского учреждения в программу модернизации в нем значительно обновили медицинское оборудование. В конце 2021 года в эксплуатацию ввели компьютерный томограф. Вся собранная аппаратом информация транслируется на рабочее место врача-рентгенолога. Выполняются исследования как нативные, так и контрастные органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, костей. В основном выполняем исследования преимущественно контрастные для Центра онкологической амбулаторной помощи и костная система для травматологического пункта. Для бесперебойной работы тяжелого оборудования в медучреждении обновили электросеть. В здании заменили инженерные коммуникации, лифт и фасад. С апреля 2022 года в подразделении открыт собственный травмпункт. Принимаем всех, и жителей области, и прилегающих территорий. За сутки в среднем где-то 60-70 человек обращений. Мы работаем круглосуточно. Мы работаем в том числе в тесном контакте со станцией скорой медицинской помощи. С недавних пор заквалифицированной помощью в поликлинику обращаются и пациенты с подозрением на злокачественные новообразования. Сотрудники Центра онкологической амбулаторной помощи, который появился на базе поликлиники номер 2 в 2020 году, в течение месяца обслуживают до 60 человек. Мы проводим комплекс мероприятий и исследований с целью подтвердить, либо провернуть данный диагноз. Если подтверждается, мы направляем в областной онкологический диспансер, где уже диагноз верифицируется и назначается лечение. Задачи по модернизации системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи поставил губернатор Андрей Бочаров. Работы в медучреждениях первичного звена продолжаются в рамках профильной губернаторской программы и нацпроекта здравоохранения. Полностью завершен ремонт возрослых поликлиников Паласовской, Калачевской, Быковской, Михайловской, ЦРБ, клинической поликлиники номер 1 города Волгограда. В 2022 году стартовали работы еще в 33 медицинских учреждениях. Программа предусматривает их оснащение современным оборудованием, капитальный ремонт, обновление специализированного автопарка и возведение новых больниц и ФАПов.